Здравствуйте, друзья! За экраном голос Железа Валерия Корцетиновича Сибиряка, владельца одного из лучших садов России и, в данном случае, консультанта. Впереди важнейший момент в моей жизни, потому что есть люди, безоглядно мне поверившие, которые готовы вложить деньги, которые готовы вложить силы, и страшно будет, если все это не сбудется. Я придумал особый фильм. Вот, волнуюсь, вот, я надеюсь, что я принесу пользу, а не вред. Смотрите, озаглавлен фильм вот такими вот словами «Лучий сад в Подмосковье». Это было желание человека, которого зовут Станислав Аркадьевич. Вот, и мы о нем немножко поговорим. Он медик. Вот, и он владелец 24 соток. Почему он начал с этой фотографии? Объясняю. Это фотография неубиваемого абрикоса. У него есть два врага, страшных врага. Это сырость, которая выливается в гниение корневой шейки и близкогрантовые воды. Вот. Это ограничивает возможности, но дает возможность человеку проявить себя сразу как селекционер, у которого два пути. Массовая посадка косточек, не жалея на это денег и сил. Он, вот, по принципу, природа отберет, и что-то останется, и будет основа нового садовода, садоводства уже подмосковного. То, чем не занимается, к сожалению, сейчас никто. Почему поймете? Представьте себе, что человек, который ведущий абрикосовод всей России, с упорством достойного уважения, но, к сожалению, сплошный вред, доказывает, что надо косточки садить на глубину 5-6 сантиметров, а потом все это через несколько лет сгнивает, а связь между массовой гибелью собственных же абрикосов и посадкой на такую глубину, ведущий абрикосовод России, не называя фамилию, не разглядел, не понял, не осмыслил, не осознал. Итак, поехали. Исключаем уже одну ошибку, шансы повышаются. Идем дальше. Читаю письмо. Станислав Аркадьевич, фамилию не называю, не уполномочен пока, вот так сказать, засвечивать. Валерий Константинович, здрасте. Просьба выслать мне ваши книги в электронном виде. Просьба выслать в каталог информацию о всех ваших возможностях. В WhatsApp вы сказали, что занимаетесь чем-то еще. С учетом ваших достижений это очень интересно. Далее он выделил то, что он заказать готов немедленно, и заказал, и за несколько минут ушло на пересылку денег, на мой этот телефон, и на карточку под пряжу к телефону, и на высылку этих электронных версий книг. Книги у него есть. Какие у вас еще есть книги в электронном виде? Вот. К сожалению, на этом пока все. Готовится третья книга, особая книга. Но она пока будет только готовиться к печати. И у меня есть обе печатные в бумажном виде. Эти же обе книги у меня есть. Как приеду из отпуска, готов заказать все остальные обучающие материалы, фильмы и книги по почте. Вот в этом месте я по разговору расхохотался и сказал, отдыхайте. Это будет ваш последний отпуск в этой жизни. Я в 40 лет не знаю, что такое отпуск. Ну, я фанатик. Посмотрим, получится ли Танислав Аркадьевич фанатик моего уровня. Или просто будет хороший сад. Вот. Он хочет повторить все это Московской области. Но еще раз говорю, забудете про отпуска. Вот. Но еще это никакой каторги. Это я в шуте сказал. Каторга была у меня. А тут, правда, наполовину на всем готовом. По косточкам. Планирую посадки весной 22-го года. Значит, вы будете, Танислав Аркадьевич, их статифицировать. Готов заранее надевать холмиков на участки. Несколько самосвалов придется. Почему, объясню позже. Несколько самосвалов под эти самые. Под холмики. Купить ручной песок. Промыть, прокалить. Это, пожалуйста, заняться стрелька в холодильнике. Пожалуйста, купить прививочный нож. Так, как же мне быть так? Он у меня. Прививочный нож. А, внизу, если успеваю, я вам покажу мои ножи. И вашу ленту. Да, лента у меня есть. Пока тренироваться на березах, либо на такую ответственную процедуру, как прививка вызова специалиста. Знаете, я, сколько я видел специалистов, которые, а их сотни, это я сотни видел, их тысячи. Они все оккупировали этот, YouTube и прочее, это самое, Google и прочие эти сети. Они, поисковики, вот, и они все делают, как я считаю, неправильно. Ну, вот, вызовите специалистов. Он привед высоко, раз. Он привед почкой, два. И в 10 раз шансы выжить будут хуже. А это не наша тема сегодняшняя, та же прививка. Просто поверьте пока на слово. Вот. Нет, только не почка, только не окулировка, только не высокая прививка и прочее, прочее. Так, посоветуйте спеца Москве и Московской области. Нет, поэтому я уже ответил, что Московская область и Москве, я не знаю такого спеца, который бы делал то есть, как я. Извините за ненаблость, но самонадеянность мою. И вообще сделать все, что вы скажете, для подготовки к посевной. Опыта нет, готов учиться. Это как вам повезло, что опыта нет. Смотрите. Вот это вот, я буду долго говорить. Уж извините. Вот это вот мой сосед. Это мастер по телевизорам. Телевизорам. Вот. Уникально. Умный, толковый. Но все, что касается сада, он выполняет все, что приказано в этой самой литературе. Классической литературе. Вот, то есть, это забор. Вот тут вот я стою, до меня метров сто. Вот. Я через забор его снимаю. Значит, он успел побелить. Вот. А я ни разу в жизни не белил. Он успел все это опрыскать. Причем еще нет листьев, нет врагов, ничего нет. А он уже занимается тем, чем деревья абсолютно не просят. Почему я так смело говорю? Первое. У него мои груши. Они никогда ничем не болели. На них никогда не было тли. Вообще никогда. Вот. Зачем он прыскает? Вот. Убьет еще и муравьев. Потому что все это попадает на почву и отравляет еще и почву. То есть, муравьев убьет. А для того, чтобы всю нечисть, которая... Все-таки тут есть в ряды насекомых. Но вот все, что он сделает, это на 2-3 дня. А потом они прилетят. У них же крылья и ноги. После первого дождя все это уйдет в почву. Отравится почва. Отравятся черви. Извините, я разговаривался. Это же страшная картина. Грибы отравятся. Вот. Все, что придумано формально, официально наука, это, ну, предательство. Но они не знают этого. Они наивны настолько, что... Вот. Если ты не напишешь, что надо опрыскивать, да еще состав ядов, да это, когда, чего... Статьи нет. И заработка нет. Вот что страшно. Поэтому все это и навыдумано. Тут заряда мой сад, к которому я не подхожу. Не с белилами, не с покраской, а не с этими. Вот. Взрослый сад. Тут зарядом мои абрикосы растут. Вот тут с одной стороны забора мои, с другой стороны мои, только уже его. Ни одной этой самой, клинки на них. Ни одной. А он будет прыскать. Вот идет. Вот это вот. Я к чему вам говорю? Я, во-первых, говорю, чтобы было убедительно, потому что в это трудно поверить. Ведь фильм-то я снимаю не только для вас. Садислав Аркадьевич, для всех я хочу, чтобы мне поверили. Просто поверили. И тогда получается, что ваша жизнь сильно не изменится. То есть у вас не будет этой каторжной работы. Помните, я показывал, еще покажу в других фильмах на моем канале, увидите. Три обрезки за год. Ну что делать нечего. Вы знаете, как они рисуют эти рисунки? А там на рисунке полсотни веточек надо отрезать. А вы отрежьте, попробуйте полсотни. Да со стремянки еще. А вы замажьте каждую. Искалечить дерево, да с таким трудом. Видите, я уже не выдержал. Взялся за критику. Идем дальше. В общем, Аркадьевич, я вас избавляю от страшного труда, тягостного. Вот. Граница возможного. Это мой сын. Артем живет на Украине. А у меня он учился и зарабатывал деньги. Посмотрите, это черешня в моем саду. Посмотрите, как природа делает. Здесь живо выше мертво. Это был 40 градусов мороз. Тут ничего не скажешь. И для чего я этот снимок покажу? Потому что я учился сам у себя в своем саду. Итак, внимание. Первое. Сдерживание роста. Почему? Эту девочку зовут Юлия Матвеева. А вот. Она набралась наглости и попросила. Я уж такой, в хорошем смысле. И у своих преподавателей из Омского университета попросилась на практику Железову. И каким-то чудом ей эту практику засчитали. Производственная практика. Потому что я никто. Вот. И кроме нескольких прозвищ. Вроде руководителя секты, шамана. Я ничего не заработал пока. А вот здесь получается учеба живого человека, которая потом Юлия Матвеева уже стала владельцем. Чего? Догадайтесь. Аркадий, это и вас касается. Надеюсь. Питомника. Плода питомника. Уже выращиваются на продажу. Не приехала бы ко мне. Вы знаете, ее любимое занятие. Это, например, это, например, волочная вишня. Это такой куст, который ветки идут от самой земли. А представляете, если бы она, ее кто-то учил, она бы изуродовала бы этот несчастный куст, отрезав ветки до высоты 50-90 сантиметров. Делая штаб. Нет. Вот поэтому у нее теперь успех. И вот она позирует в данном случае. Заметьте, штамба не делается, а все на оборону. Вот. Много ли труда отрезать верхушку? И что мы имеем? И для чего имеем? Итак, первая причина. Сдерживание роста. Надо было тут написать. Сдерживание роста штамба. Сдерживание роста скелета. А второе. Внимание. И почему это касается именно вас, еще многих людей, Аркадьевич. Внимание. Сдерживание роста и корней. Держали рост вверх, держится рост вниз, потому что корни и кроны – это единое целое. Поняли, да? Это в какой-то степени поможет. А почему это надо? Давайте ниже. Вот это Москва. Это я из интернета, но это свежее. И это случилось сегодня у нас, 2 июля, это случилось несколько дней назад. Это московская трагедия. Это сотни, если не тысячи искалеченных деревьев. Нет, искалеченных деревьев больше. Десятки, сотни тысяч. Это искалеченные автомобили. Это смертельный случай. Последний услышал, мальчика убило упавшим деревом. Мальчика, ребенка, представляете? Но там особый случай, сколько я воюю. Ну не умеете садить деревья на улицах города. Ну не садите вы коллег, обреченных на это. И с каждым годом проблемы вот эти будут нарастать. Вы это же понимаете. Случается то, что раньше не было. Дичайшая жара всегда кончается ураганами. Сейчас в Канаде уже не 38-39, это рекордная температура для России. 48-49, уже может и 50. Люди падают, умирают прямо на улице. Скорая помощь не успевает собирать трупы с улиц. Не просто упавших по территории, а трупы. То же самое происходит в садах. Вот когда вот этот ураган случился в Москве, в садах были уничтожены, в зависимости, конечно, от масштабов трагедии. Тысячи, а если масштабы на всю область, то десятки, сотни, а может быть миллионы плодовых деревьев. Это высокие прививки. Их ломают, как спички. Люди этого не знают, они садят то, что им предлагают. А садят обязательно высокий штамп, обязательно. Искалеченный, слабый, хрупкий. Но мы это проходили. Итак, мы попадаем на участок к Станиславу Аркадьевичу в Подмосковье. Вот это снимок он сделал зимой. Так. Обратите внимание на уровень снега. Да, друзья, без холмов не обойдемся. Но это будет ниже. Вот. Холмы придется делать. Но еще не все. Теперь смотрим летний снимок. Дело в чем. Тут проблема в том, что есть и плюс, и минус. Участок имеет склон. И это здорово. Чем больше склон, тем меньше будет, тем быстрее сойдет снег, который как раз и уничтожает основание штамба, особенно у груш и у абрикосов. Поэтому склон это хорошо. Но сказать, что он сильный мы не можем. Но спасибо, что хоть такой есть. И что еще дает склон? Дело в том, что я с ужасом услышал от Аркадьевича о том, что здесь у него близкие грунтовые воды. Он спросил у одного соседа, который ниже. Там получалось совсем близко. ой, я забыл эту цифру. Может, метр полтора? Хорошо, если два. И соседа, который выше. У него тоже из колодец, и там, по-моему, два, два с половиной. Но не три уже. Это очень близко. И хотелось бы иметь... Мы же как? Поставлена была задача им, человек, который меня пригласил к себе, так, сказал, что в моем распоряжении будет все. жилье, питание, бесплатная дорога, гонорар и прочее, прочее. Я, правда, ехать отказался, я по возрасту уже не выездной. Вот. Я даже возвращаюсь в Москву, я чуть не умер в поезде от дикой жары. Так. И получается, что остается только виртуальное общение. Вот оно. Значит, если есть склон, склон у него с севера-восточный. Ничего страшного в этом нет. Чуть позже будут заморозки. Как ни странно, позже засветают, позже заморозки. Это чуть ли не единственное северо-восточного склона, чуть ли не единственное достоинство. Но уже есть, уже, видите, не бывает плюс, только плюс или только минус. Вот. Теперь, сразу, потом буду сказать, раз и склон, значит, садить абрикосы. Если надо груши, придется в верхней части. Чем выше, тем шансов, что лишние полметра выгадать до основания воды лучше. Вот это вот пока общее наблюдение, общее, одно из первых моих конкретных предложений. Вот. Высокорослые, они как вверх идут, так и вниз идут. штамповые, скелет, нет, не так. Значит, корни длинные, глубинные, как раз абрикоса, стержневые, их еще называют, стержневые корни абрикоса и у груш. Вот. Посмотрим дальше. Я, на всякий случай, немножко теории почвы. Обратите внимание, значит, где суглинах, вот коричневый, да, он всегда является препятствием для воды. И получают такие своеобразные линзы, видите. И весь вопрос в том заключается, что когда вы будете садить, ну, колодец, конечно, наобум. Если угадали бы, могли бы сделать и не глубокий, как у меня, один колодец и глубокий, один глубокий. Вот. Как угадать? Вот такая почва. Обычно. А эти линзы, там, где суглинах, он не пропускает воду, получается небольшая озерца подводная. Вот еще один снимок. Смотрите. Вот. Возназаборный колодец, колодец о грунтовых водах. Вот скважная, артерианская, где побольше воды. Вот. Видите как? И получается то же самое. И сейчас еще общее рассуждение у меня еще такие. Значит, на самом деле я копал колодец, два колодца я выкопал в свое время. Вот. Я убедился в том, что на самом деле никакой вот здесь, например, грудей я мог выкопать. Вот здесь, справа вверху, вот он колодец, ручной. Назовем его ручной. Вот. И когда я докопался до того места, я не знаю, что здесь я попал сразу в воду. Вот. Что это озерце. Нет. Это просто водоносный слой. Здесь грунт сам, который, это суглинок, это может быть песок, ближе уже. Просто он пожиже, он, как бы сказать, пористый более. Естественно, когда я докопался сюда, он заполнится водой. Я же ее убрал, выкопал, ведрами вытащил, а взамен пустого места заполнилось, естественно, уже водой. Вот это надо понимать. Поэтому возможности любого колодца ограничены. Вот. Так вот, после этого ясно, что у вас будут проблемы какие. Вот. Допустим, вы испытатель, но испытывать в таких масштабах это просто тихий ужас. Вы представляете, что вы сейчас сказали, я буду заниматься только абрикосами. И тогда уже все это распахать. Вот. Всю площадь засадить. Это так. И где-то они проходят пять-десять лет, где-то смотришь, умерли. Люди не догадываются, почему умирают. А потому что они попадают как раз вот сюда. Вот сюда. Вот видите, вот эти лужицы. Вот корни начинают гнить. Вот. Делать всевозможные эти особые хитрости чуть ниже. они не помогают, а наоборот мешают. Очень много на выдуманное то, чего бы не это. Вот. Ну, посмотрели. Надеюсь, понятно стало. И вот этот наглядный снимок, когда вы, допустим, вы же не можете это... Нет, конечно, можно нанять человека и в разных местах вот этого участка взять и... Есть специальные ручные буры до воды достают. Есть... Можно простой лопатой копать метр на метр, пока не это. Не увидите. Если три больше метра, уже все смело можно садить. Да еще же вы же еще холмы сделаете, как бы увеличите вот это расстояние. Но вот это один край. Тут уже если у вас такое, а жаль, мы не можем опять или вслепую, или каким-то образом узнать, где вода. Вот. И тогда можно уже гадать, что именно садить и как. Это будет отдельный наш разговор, отдельная технология. Вот. И вот получается, смотрите, я буду говорить все. Итак, у вас рядом допустим есть есть эти так называемые плодопитомники. Вот. И я несколько вам покажу. Я их не выбирал, это первое попавшееся. Почему? Обратите внимание, везде даты. Это я не для вас готовил, но это готовил свежий материал для своих каналов, для своих вебинаров. Видите, все это свеженькое. Вот полтора месяца назад фотография сделана. Значит, вначале вам придется определяться. Если рядом, тут же поехали какой-нибудь подмосковный, я не смотрел, где этот росток находится, ну, в России, вот, и в европейской России. Так вот, в пределах поездки или по почте вы получаете вот это вот. Я несколько примеров, это очень важно и нужно, смотрите. Итак, росток. Видите, вот это моя фотография, вот это вот, моего сада. Я ее показываю несколько раз, просто, если вы мне доверились, то верьте до конца. это моя фотография. Она сюда попала из интернета. Вот эта фотография из интернета, это из интернета, это из интернета, это из интернета, это из интернета. Вот. Попробуйте вы позвонить, например, и пусть бы вам показали сад, где это все в фотографии делалось. Вот. Тогда задать вопрос, почему тогда у вас не ваши, или у вас некачественные плоды, гораздо хуже, или вообще у вас нет никакого сада, или как сады Урала с Миралеевой, которые присвоили 6-8 моих фотографий. Специально не говорю точно, они до сих пор еще не знают, и до сих пор используют их. А у самих сада нет. Где они их берут? Тогда в другом питомнике. А где другой питомник? Под пыткой не признаются, потому что явно, что это все южное. Вот этот момент, да. А теперь обращаю внимание на цифры. 390-390. То есть человек, купив десяток саженцев у них, скажем, за 4 тысячи. Скажем, плюс пересылка 4 500-5 тысяч. Они через несколько лет будут мертвы, а может быть и не проснутся от того же, что творится на этом рынке. Ну, подумают, что 4 тысячи потеряли. Но дело в том, что жалко, годы уходят. В Аркаде возраст где-то между 40 и 50. Вот это вот, смотрите, по нарастающей. Жалко, когда человеку предлагают слива Омская или Окская за 6200. А чем она хороша? 2 050, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Внимание! 46 тысяч. Это не это. Тут, ладно, подумайте, что лишний ноль. Я убедился, нет, что это просто не то, что у себя на лишний ноль добавили. 46 тысяч стоит слива синяя. Нет такого сорта слива синяя. Сами придумали. Фотографии, естественно, из интернета. Опять 2,5. А это уже разорительно. Куда вам соваться, Аркадьевич? А вот это вот, я ради цены. Итак, захотелось бы иметь вишни-черешню. Смотрим. Вот. Еще вишня, которая, в принципе, растет, как сардяк, ее можно иметь столько, что не поверите. В общем, сейчас смотрите, что происходит. У меня через 3 минуты закончится примерно зарядка. Видимо, батарейки уже не те. Заряжал, заряжал. И больше получаса она не... Потом отключается эта видеокамера на моем фотоаппарате. Ну, что успею. А потом будет следующая серия, следующая серия. Итак, 2,50, 2,50, 2,50, и 2,50. И вдруг 27 тысяч. За что? Почему? Вишня, которая по виду не отличается от всех других. Ну, фотографии из интернета. Вот видите, что творится? Это за 2 тысячи закажет человек скромным достатком, а олигарх скажет мне в 10 раз дороже, в 15 раз дороже. Вот это. Но зато у меня будет ууууу. Вот. Это все. Ну, и наконец, крупный план. 3,800, Абриколь, Зугулевский сувенир. Опять. Вы заметите, фотография свежая, то есть это не то, что где-то когда-то. Это сейчас так продают. 3,800. Не дороговато ли? За что? Фотографии из интернета. Я как сделал? Я набрал, так, вот здесь нажал, похожее в Яндексе, нажал, и получил, смотрите, сколько их, вот здесь вот их 11 и 12, да, это я фотографировал с экрана. Посмотрите, справа, где находится это. Когда я до конца долистаю, вот так вот буду листать, это примерно еще умножить на 10. То есть здесь не меньше 120 сайтов, 120 плодопитомников, которые сочли за честь присвоить чужую фотографию. Ясно не их, вероятность, что это вы сфотографировали своё саду, ноль, а цена за чужую фотографию, неизвестно за что, 3 800, видите. Вот мы одну тему разобрали, куда крестьянин упадал. А, 46 350 за синяя слива, нет такого сорта. И опять, поняли, да, 46 тысяч. Это, то есть я подчеркну, как, это вот там лишь и ноль, помните, а оказывается нет. Всё правильно, 46 тысяч, вдумайтесь в это. Вот, то есть куда крестьянину, куда податься медику. А вот сюда. Сейчас у меня останется, остаются повторные минуты, а потом перерывы, потом будет серия номер 2. Вот это вот саженца, которая продаёт железу. Наверное, вам, Аркадий, всё-таки какое-то количество, может, готовых, они у него идут от 1000 до 1500. Ну, я специально всё-таки не такой наглый, да. Тем более, они реально, они настоящие, настоящего сада. Таких на всю страну всего несколько. Итак, селекция поневоле. Это будет тема следующая, потому что у вас выхода нет. Или сразу переходите в следующую, как сказать, да. Это будет совсем другая жизнь. Помните, я полушутя, полусерьёзно сказал, что это ваш последний отпуск. Специально пугаю. Но, с другой стороны, я не медик, но моё крылатое выражение сам придумал. Время, проведённое в саду, не засчитывается срок жизни. Ну, вот, друзья, сейчас он отключится, и батарейки моргают, и время у него заканчивается. Почему-то не больше 30 минут. Вот, пока я с вами прощаюсь. Теперь сутки до за 5 зарядку этих самых на новые батарейки. К аккумулятору жалко денег. Вот, пока. Но впереди увлекательное путешествие по моему этому. Чтобы мы с вами только 5% посмотрели то, что надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok